Парабола, эллипс и гипербола Надо сказать, что кривым в курсе геометрии основной школы не уделяется должного внимания. Но из кривых имеется только окружность. И то такая кривая, не очень характерная, выраженная. Вот в нашем учебнике геометрии, это геометрия 7-9 класса, издательства Мнимозина, 2005 год. Этот учебник рекомендован в Министерство образования и науки, входит в федеральный перечень учебников. Кривым уделяется больше внимания. В 7 классе кривые изучаются как геометрические места точек. В 8 классе кривые как траектории движения точек. И в 9 классе рассматриваются аналитические способы задания кривых. В частности, параметрическими уравнениями и в полярных координатах. Сегодня мы рассмотрим первую часть из этого содержания учебника о кривых. Это кривые как геометрические места точек. Геометрические места точек это такая традиционная тема геометрии. Изучаемые в 7 классе. И в качестве геометрических мест точек, ну рассматриваются, например, это серединный перпендикуляр к отрезку. Если есть отрезок АВ, то серединный перпендикуляр это геометрическое место точек С, для которых АС равняется ВС. Ну и, например, если рассмотреть не две точки, а две прямые, А и В. Ситуация такая, аналогичная. То геометрическое место точек С, равно удаленных от этих двух прямых, А и В. Будет две прямые, вот эта биссектриса, это угла, и перпендикулярная ей биссектриса смежного угла С2. Здесь углы равны, и здесь тоже углы равны. Вот это школьный материал, серединный перпендикуляр, ну и биссектриса углов, если у нас имеются две прямые. Естественно, рассмотреть ситуацию, когда имеется одна прямая и одна точка. Здесь две точки А и В, здесь две прямые А и В. Вот рассмотрим ситуацию, когда у нас имеется прямая и точка. И найдем геометрическое место точек, разно удаленных от заданной точки и заданной прямой. Ну давайте точку обозначим С, а прямую – Д. Точка С не принадлежит прямой Д. Каким будет геометрическое место точек? А, для которых А, Ф равняется А, Д. Где, давайте я одну точку нарисую, А. У нее расстояние до точки А равно расстоянию до прямой Д, то есть не перпендикуляра, а Д, опущенного из точки на прямой. Что это за геометрическое место точек, равно удаленных от данной точки Ф и данной прямой Д? Здесь мы рассматривали точки, равно удаленные от двух данных точек, здесь точки, равно удаленные от двух данных прямых, здесь точки, равно удаленные от точки и прямой. При этом все случаи точки прямых будут разобраны. Ну, нетрудно построить несколько вот таких точек, ну просто там с помощью циркуля, линейки, отмеряя соответствующее расстояние. Ну, например, еще вот эта точка посредине между Ф и прямой Д, там симметричная и точка. Ну и в результате можно нарисовать такую прямую точку, которые как раз и будут удовлетворять вот этому условию. Это геометрическое место точек по определению называется параболой. Парабола это геометрическое место точек, равно удаленных от заданной точки Ф и заданной прямой Д. Ну, давайте посмотрим упражнение легкие на геометрические места точек, например, что будет геометрическим местом точек А' для которых А' Ф меньше, чем А' Д. Это будут точки, лежащие внутри параболы, то есть расположенные выше параболы относительно прямой Д. Вот эти точки, Ашли их. Давайте докажем это. Докажем, что для точек, расположенных выше параболы относительно прямой Д, будет выполняться вот это неравенство. Ну, действительно, А' Ф по неравенству треугольника меньше, чем А' А плюс А' Ф. Ну, и с треугольника А' А' Ф. Каждая сторона треугольника меньше суммы по двух других сторон. Но А' Ф равняется А' Д, потому что точка А лежит на параболе. То есть это равняется А' А плюс А' Д. А это равняется А' Д. Ну, таким образом мы проверили, что расстояние до фокуса от точки А' 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 меньше, чем расстояние до вот этой прямой Д. Ну, я забыл сказать, что точка Ф называется фокусом параболы, а прямая Д называется директрисой. Вот это Ф, это фокус, а прямая Д называется директрисой. Ну, и еще рассмотрим геометрическое место точек А' А' А, для которых А' Ф больше, чем А' А' Д. Это что за точки? Это точки, расположенные ниже параболы относительно прямой Д. Действительно, если мы возьмем вот здесь точку А' А' расположенную ниже параболы, ну, вот так же соединим ее с точкой F, то давайте посмотрим, что тут будет. А два штриха F будет больше, чем А' минус А, Д А, А два штриха А, Ф А, А два штриха Ну, просто потому, что вот в треугольнике А два штриха Ф, А каждая сторона больше разности двух других сторон. Вот этим пользуемся. Ну и здесь А2 штрих АФ больше, чем разность АФ и АА2 штрих А. Но АФ это равно АД. Получается АД минус АА2 штрих А. Ну АД минус АА2 штрих А это А2 штрих АД. Кто это я могу сказать? Значит, таким образом для точек параболы выполняется вот это равенство, для точек внутри параболы выполняется это равенство, и для точек вне параболы выполняется вот это равенство. Параболу можно построить, используя такие простейшие приборы. вот как это можно сделать как изготовить прибор для вычерчивания параболы но циркулема линейка или построить но да вот с помощью нитки кнопок карандаша и угольника это можно сделать действительно представим себе что у нас имеется такой лист бумаги типа ватмана и дощечка которую можно прикрепить этот лист бумаги кнопка прикрепим на на этот лист еще и такую деревянную линейку сверху не только деревянная линейка и возьмем угольник тоже деревянный расположен его на листе вот таким образом например деревянный угольник возьмем теперь нитку длиной равной длине большого катета вот этого и прикрепим концы этой нитки кнопками один конец вот сюда кнопкой а другой конец какой-нибудь точки этого листа тогда не как как-то здесь пролиснет после этого карандашом натянем эту нитку прижимая карандаш катету угольника здесь карандашом прижали нитку катету угольника нитка натянется она натянулась при этом поскольку длина нитки была равна длине большого катета то вот этот вот остаток будет равен остатку катета и значит вот эта точка будет лежать на параболе у нее расстояние до точки f будет равно расстояние до края линейки которая в этом случае будет играть роль директрисы если мы теперь возьмем угольник одной рукой карандаш другой рукой и будем перемещать угольник вдоль линейки и все время удерживать нитку в натянутом состоянии то у нас карандаш будет описан описывать право так что на уроках труда в школе вполне можно изготовить такой прибор со сменными листами бумаги и вычерчивать такую параболу